Как вы думаете, может ли Украина пойти на переговоры, если Российская Федерация немедленно прекратит лагон и немедленно отведет войска на позиции 24 февраля? Известно, что конечная цель Украины это граница 1991 года и что с Путиным никто переговоры вести не будет. Никогда. Но если фюрер вдруг уйдет в небытие, как сказал Мюллер устами Леонида Броневого, а новый человек предложит начать переговоры, то на таких пока условиях. Для начала, так сказать, чтобы сейчас же остановить кровопролитие. Дело в том, что если мы согласимся на переговорный процесс с отходом российских войск на границе 24 февраля 1992 года, это будет отложенная война. Это война не будет закончена. Это будет Минск-3. И это значит, что вооруженный конфликт еще больше интенсивности, чем сегодня, возникнет через какой-то промежуток времени. Мы это все уже проходили. Поэтому почему население настроено? Все прекрасно понимают, что если сейчас не выйти на государственную границу, то война не будет закончена. Это будет просто перерыв в войне. Даже не перемирие, а перерыв в войне. Что нам Минские соглашения гарантировали мир и прекращение огня? Нет. Что сделал Путин за эти 8 лет? Собрал войско? Да. И пошел на нас войной? Да. Будет то же самое. Пока мы не решим полностью территориальный вопрос. Вот когда мы его решим и закроем на границах 1991 года, вот тогда мы имеем полное право создавать систему коллективной безопасности, приглашать иностранные войска. И ставить их вдоль границы, чтобы было вот как в Прибалтике, допустим, сегодня. Американские и немецкие войска стоят в странах Балтии. Извините. Извините. В странах Балтии. Американские и немецкие войска стоят на охране государственной границы стран Балтии. И поэтому, если Россия рыбница, она в первую очередь будет воевать с американскими солдатами и с немецкими солдатами. Вот вам система коллективной безопасности. До того, как мы, если мы не решим территориальный вопрос, никто с нами не будет создавать единую систему коллективной безопасности. Вот поэтому нельзя допустить либо возврата на 24 февраля 1992 года, либо остановки военных действий и начала переговорного процесса. Переговорный процесс может начаться только с выводом российских войск со всей территории Украины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова